Китайская пиротехническая мудрость Гласит, не так страшен взрыв петарды, как его ожидания Правда, один американский домохозяин мог бы поспорить Но там петард было несколько И жена ему попалась вся из себя затейница Повезло мужику Как говорят по такому поводу автолюбители Если вентилятор поломался, можно и сына посадить Чтоб капот держал и мотор охлаждал Но блестящий рационализатор не значит хороший отец Такому стоило бы авансом вручить премию «Антипапа года» Если бы не другой и совершенно выдающийся неадекват Ночью по трассе с коляской это ноу-комментс Водитель, кстати, тоже странный Смех и грех, вот и вся реакция Пользователи обсудили и обоих осудили Ну, в дорожной теме мы еще вернемся, если не перевернемся Ладно, не бойтесь, здесь вам не пункт назначения Ситуация контролируется Есть что показать и обсудить Кто с какого ряда поворачивает Вот только соберем мнение Шлем и запчасти скутера Ты с какого ряда поворачиваешь? А сейчас на повестке дня То, чего ждали и боялись Весна Вот он и прошел Первый теплый мартовский дождь в Чили Второй оператор в это время Снимал происходящее с борта Того самого лайнера Но по техническим причинам Его уникальные кадры мы не сможем увидеть никогда Как же мы ждали И ее раннюю весну С лужами, в которых можно поваляться Забыв о немолодых годах Операторе-тролле И потрясенных увиденным собаках В конце концов, не стоит забывать Что все мы немножко тарзаны Пролетать над водой наш удел Иногда хочется задержаться на яхте, но Вода зовет, прервав полет Да, намокшая одежда тянет ко дну Ну и плевать, как ламина туриста Пусть мягкая родная земля Летит в объектив Главное, чтобы последнюю Оттаившую ледышку С крыши мимо пронесло Машина – дело наживное Ее починить можно В отличие от светлой головы Автовладельца-везунчика А теперь особое внимание Мы покажем вам универсальный рецепт Успеха героев сети Возьмите два блюда И держите их крепче Сразу оба Стряхните, как следует, свои пельмешки Схватывайте на лету все, что плохо лежит в холодильнике Но помните, возможности ограничены Все-таки у вас не три руки Сильно выдуйте желток из яйца Не теряя сознание и лица Пакетом молока сразите паренька Пошуршите в кладовке на самой верхней полке В общем, станьте кухонным ниндзя Бросьте в духовку фирменное огненное блюдо Только дверцу закройте поплотнее Сработайте как команда В которой каждый игрок знает свой маневр И следите за холодильником Эти агрегаты не те, что раньше Прогресс превратил их в автономные системы Склонные к непослушанию и побегу Теперь последнее Когда молодой бамбук поспеет Делитесь им не только с ближними ящерами Но и с дальним утенком Для вашего же блага Все, блюд готово Можно брать дело в свои зубы и лапы Если понравился наш рецепт Звоните, телефон все тот же С темно-красным козырьком Только, Чура, не рвать трубку У нас крепкая обратная связь Неразрывная Словно цепь Которая объединяет качка с тренажером И трос Натянутый между мотоциклом и буксиром Эта невидимая нить Удивительно крепка И может выдержать бригаду эквилибристов А вот стояки Надо бы прибить к полу поосновательнее Что-то они не внушают доверия Нас всех связывает сложная система противовесов Напоминающая качельку С нее нельзя спрыгивать Иначе хрупкое равновесие нарушится Если один упадет, другой отгребет Если одному весело, другому страшно до потери сознания Но ничего, отъедет, потом очнется Возьмет себя в руки и отъедет снова Отчаянные домохозяйки по этому поводу говорят Только объединившись в квартет Можно вымести из дома наглого крыса Или задержать опасного грабителя Вначале сотрудники и посетители Били его шваброй и руками Потом ящиком и ногами Потом был удар рекламной стойкой И прием из американского футбола Кажется, это Нет, скорее все-таки вот этот Ну не суть В магазине, конечно, теперь придется прибраться Но и это окей Важно то, что героическая история порвала сеть Как неловкий батутный попрыгун Это был косяк Внезапно пришло в голову безрассудному экстремалу Причем дверной Уточняюще прокряхтел качок, тренируясь на дому Видимо, зарулил разжиться мелочишкой А тут такая неудача Съязвил неопытный байкер Пусть зло знает У добра длинные руки, а вот нервы, увы, не железные Выдохнул разнорабочий, поймавшись на древний прикол Внезапный финал Перепуганно пинскнула юная акробатка и крутнула вертуха, уходя от петуха Мал, да удал Восхитился сыном-боксером, папа-тренер Зевнув по ходу отличный джеб справа И рухнул крепкий старик, словно лесоруб, подрубленный умирающим деревом Иногда мы раскручиваем юных звезд сети на свою голову Стукнула в лоб молодой мамы запоздалая мысль Ничего, малышня, зато теперь весь мир увидит, что размер не главное Понадеялся задиристый уличный боец, бросая вызов крупному и, казалось бы, неуклюжему противнику Нет, все-таки с махиной не поспоришь Признал владелец микролитражки, уносясь в тревожную неизвестность Помимо своей воли и впереди чужой фуры И в этот самый миг с ним дружно согласились водители одной, двух и так далее И намарок, вставших на пути, когда не надо Стоять на траектории сумасшедшего тяжеловоза, что переть против быка Какой бы черт перед ним ни стоял, сильное животное бока противнику намнет и рога обломает Мечта ускользает, как резвый гончий пес А барьер оказывается непреодолимой преградой Видимо, все-таки кое-кто слишком много ест И нечего тут на весы пенять, просто надо меньше жрать Поняли, кому вопрос? Кто все съел? Ну здравствуй, пес! Тихо в мини-бар проник и разнес все озорник Здесь явственно мораль видна Еда, конечно же, важна, но только чур не злить слона От триумфа до печальки, пять шагов буквально, всплакнула впечатлительная попрыгунья А я все равно врезал Подумал ночной пешеход, переходя в спонтанную атаку на автомобиль Но в последний миг его удержал здравый смысл в помятом спортивном костюме Вот это поворот, вскричала бизнес-леди и села на капот Вечный мой перекресток, заявил хулиган-переросток Дурак, что ли? Я свободен весь день и я в ребоде Намекнул пешеход-баламут, нарываясь на полный капут Пиф-паф, а мы разбойники в засаде у отбойника Пропел неадекват, залезший в правый ряд А у нас возникает вопрос, и мы гневно бормочем под нос Вообще, на чём он тёртся? Что творишь, незнакомый прохожий? От тебя аж мурашки по коже Можно же мирно во всём разобраться, а не в окна с размаху стучаться Ну давай, отойди по-добру Мы ведь едем к родному двору И, о чудо, один половник посмотрел, присмирел и паник Путь свободен, так значит, вперёд! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О-хо-хо! Приехали! Полетели за нами, народ! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прямо в долгожданную весну Которая принесла с собой тепло, дождь и несколько неуправляемых тач Зайка, я в аварию попал Пора присмотреться к ситуации повнимательнее И задаться неожиданным вопросом Они что там все, леворульные и невнимательные? Что там, леворульные, что ли? А что, имеем право укоризненно взглянуть в виноватые глаза Куда ж ты поехал? Тем более, что его всё равно развернуло Что, мужик, страшно? Ну-ка, оставь номерок на память, чтоб страна знала своих антигероев ПИСКИМ-2-5-7-2 Ну, что скажем в своё оправдание? Обгонял? Подрезал? Хотел произвести впечатление, чтоб попутчики охнули, замерли в восхищении И тормознули на обочине Ох, я, хорошо пошла! О, старши, 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 старши Стоп, ой, 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 ой Что ты делал-то? Гонял Гонял Такое впечатление, что любители весеннего скольжения Живут в своём виртуальном мире И летят к успеху, наблюдая, как мимо проносятся секции отбойника А если уж случится беда и спорная ситуация, не спорьте. Спокойно запишите номерок, не лезьте на рожон и передок. А то вдруг оппонент окажется полным неадекватом, который не остановится перед применением силы, отвезет в неопределенность и оставит там одного, прямо на обочине жизни. Нечто подобное случилось однажды в Америке с нашей корреспонденткой. Герой ее сюжета поначалу казался обманчивым милым ботаном, но потом совершил внезапную атаку и на отважную папарацци нахлынула вода. Конечно, как говорят спортообозреватели, насильно мил не будешь и болта не обгонишь. Ишь, что задумал, шалун. Хотя попытка была хорошей. Иногда так случается, когда любовь кончается, и милый уже абсолютно начхать нас ужиного. А жестокий атлет, в свою очередь, в самый важный момент вдруг оставляет свою акробатку без поддержки, банально бросая ее на произвол и на пол. Но виртуальная реальность — это кнут о двух концах. Беда может прийти из любого из них. И тогда заигравшаяся сестра поразит собственного брата. Коварный друг подложит лопату трудолюбивому санитару леса. Незнакомый пассажир окажется тем еще троллем. Сенсей врежет верному ассистенту, а ученик в ответ неприятно удивит любимого учителя. Гольфист преподаст жизненный урок. Но он не пойдет впрок. Смирный гольфкар рванет во весь опор на свежую весеннюю травку. У боязливой девчонки вылетит птичка. Неблагодарная дочь захлопнет дверь перед носом у родительницы. И ничего тут не поделать. Жизнь сурова, мамаша. Поэтому зрелищное дорожное документальное кино жанра экшен и краш заканчивается не хэппи-эндом, а разрывом колес. Кюветом. Опорой моста. Бараном в кустах. Бетонным отбойником или симулянтом-разбойником, который почти ушел от преследовавших его полицейских. Да, было близко, но как тут уйдешь, если эти патрули везде, даже на обочине и в кювете? Никуда не спрятаться от визгливых сирен. Тут сам взвоешь от осознания того, что все равно найдут. как говорят спортсмены, почти не считается. Уж будьте любезны. Доведите штангу до победного конца, а потом с разбаиньки. Красивые финты – это важно, но в памяти останутся не они, а шишки на голове. Мяч в объективе. И острый стыд в душе. Поэтому даже в миг триумфа не теряйте голову и мяч. Не празднуйте раньше времени, особенно если у соперника крепкий дух и длинная доставучая нога. Не занимайтесь самолюбованием. Свет мой зеркальце, скажи... И все такое. Как говорится, ниже пола не упасть. Выше потолка не прыгнуть. А вот встрять в историю вместе с острым каблучком – запросто. Потом придется долго спать стоя. А вот если ловко сдать назад, поработав на камеру, видео будет отпад. Главное – вовремя остановиться у родного порога или соседского забора. Два еще. Стоп! Стоп! Поэтому иногда даже полезно притормозить. Выпасть из тренда, осознать, потом подняться и... Беги, догоняй свою маршрутку, оголец! Не неситесь за несбыточной мечтой, не ведая преград. Словно пес в погоне за очень черным котом. Или хищный осьминог в погоне за гигантским крабом. Небольшой, но мощный спрут радостно потирал щупальца в предвкушении успеха и крабового месту. А в итоге и жертву упустил, и себя не уберег. Мораль проста. 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 В третьих, не распускайте руки по отношению к прекрасным девушкам. Даже если вы чемпион-единоборец, такой, как Парк Те Сунг. Кореец победил всех и в порывах радости приобнял так называемую ринг-гелл. И тут же был обвинён в домогательствах, поэтому после следующего боя шарахался от недотроги на всякий пожарный. Кто-то скажет, Азия загадочна. Там у варшин своя душевная организация. Да, с ними и правда не стоит грубо, из-за угла. На Западе попроще, танцуй пока молодой у дочек за спиной, и будет тебе миллион просмотров на долгую память. Но дело тут не в географии, а в психологии. Если дамы не в духе, это надо прочувствовать и не лезть со своими обезьянными нежностями. В конце концов, из каждой пробки есть выход. Если в багажнике есть намагниченный знак такси, ставь шашки, лови фишку и занимай полосу общественного транспорта. Подзависливый взгляд регистратора. Ты в курсе, а то есть добрый, а? Пойтись!